Здравствуйте, я Мирошниченко Марина Александровна, живу в городе Николаев. Очень страшное время наступило. Как началась война, мы не могли понять, что делать, куда, на что. Ну, прожили все время в Николаеве, никуда не уезжали, ничего. С самого начала войны все время всей семьей спускались в подвал, сидели в коридорах, дети очень сильно боялись. Я к себе маму забрала с сестрой, они у нас жили, потому что страшно им было. И мы-то-то всей семьей, то в коридоре, то в тамбуре, то в подвале. Сейчас очень, мне как-то даже и стыдно просить, потому что никогда не просила, но сейчас очень-очень тяжелое время настало. Летом пережили ужас. Пока не освободили Херсон, нас постоянно обстреливали каждый день, каждую ночь. Мы не спали, а если спали, то засыпали уже в коридоре на полу или сидя. Вот, ребенок немного начал хоть потихоньку сейчас отходить, и то где-то что-то бахнет, и уже начинается паника. Вот. От государства никакой помощи не получали. Ни от ЮНИСЕФ, ни ЕДОПОМОГА, ни ООН ничего не получали. Просим хоть какой-то помощи. Пильхи тоже от государства ничего не получаем. Живем, ну вот так вот, что где залезли в огромные долги, чтобы прокормиться, ребенка прокормить. У нас один ребенок, Мершниченко Анастасия Константиновна. Ей 12 лет. Вот. Учится в школе в седьмом классе. Тоже никогда бы не думала, никогда бы не придумала такого, что мой ребенок переживет войну. Сколько мы об этом слышали, сколько мы об этом читали, никогда такого не подумали. Будем вам очень благодарны, если вы поможете нам хоть чем-то. Очень стыдно, но прошу вас. Спасибо большое заранее. Все будет Украина. Вместе мы сила. Украина. Украина. Продолжение следует...